Сегодня страну штормит. Ее раскачивают со всех сторон. И различные общественные организаторы и разрушенные люди призывают к митингам и призывают к взрыву, в том числе и Донбасс. К сожалению, есть риск, что возможно потерять управляемость. Я все эти три месяца работал над тем, чтобы в Донбассе не было хаоса, беспорядка и не этот узок. Началось. Сегодня идет новая волна. Волна идет достаточно высокая, чтобы захлестнуть. Я призываю меры спокойствия в Донбассе. Я призываю тех, что спокойствия и благоразумия. Я говорил неоднократно и говорил. Должно работать местное самоуправление. В них должны быть широкие права. И Донбасса голос должен быть слышно. Людей надо успокоить. Учитывая пожелания ваших граждан, мы созавелки очередную сессию областного совета. Мы постараемся, чтобы она состоялась в понедельник. Выскажемся по ситуации, которая есть в регионе. Конечно, надо сказать, что высокая интенсивность политических процессов, которую мы наблюдали на прошлой неделе, она заранила в душу наших сограждан беспокойство, страх. И, конечно, на этой почве появились всевозможные провокаторы, которые запугивают наш народ, которые призывают к неподчинению законной власти. Мы, людей, всегда призывали к миру. Блаженные миротворцы, если бы они нарягутся с нами, так сказано в Евангелии. Мы от своей политики не отступили. Поэтому, очевидно, пришло время депутатам высказаться по данным вопросам и принять решение. Мы слышали пожелания по языковому закону. Я услышал мнение народа по поводу вертуда. Я услышал желание федерализации, вопрос о федерализации. Но мое личное мнение, что это вопрос не сегодняшнего дня. Сейчас нам нужно искать, как сплотиться, а не как разбежаться. Поэтому таковы решения. Мы народство не бросаем, мы здесь, никуда не уехали. Наши дети ходят в эти школы, которые в Донецке. И нам не в чем себя упрекут на сегодняшний день. Спасибо. Я еще раз хочу сказать. Я за сохранение Украины. И за то, чтобы Донбасс в составе Украины был достойно представлен. И мог говорить на том языке, на котором он хочет говорить. Молиться в этих центрах. И у нас был мир и порядок. Я предполагаю, что само по себе оно не происходит. К сожалению, я сегодня не могу дать эту оценку. Я думаю, история отсюда встает. История... Понимаете, к сожалению, сегодня очень трудное время. И говорить о том, что мы сейчас быстро разделимся и будет всем хорошо, это неправда. Посмотрите на у вас власти, у заживающей арабы. Вспомните распад Советского Союза. Поверьте, единицы заработают. Единицы решат геополитические проблемы. Вожди распад. А вот здесь народ будет страдать. Я об этом всегда говорил. И еще раз призываю к тому, что необходимо мир и беспокоиться. Продолжение следует... Занят. Занят на администрации. Тяжело тут. Тяжело занят. Аккуратнее вам. Уже стекол не стойте. Отойдите. В жилетках не лезьте под окна. Не провоцируйте. Оттеснили вроде.